здравствуйте друзья рада вас приветствовать на моем канале сегодня я с вами хочу поделиться рецептом профитролей будем готовить вот такой замечательный красивый очень ароматный вкусный десерт приступаем к приготовлению для теста нам понадобится вода мука яйца ванильный сахар или ванилин что у вас есть под рукой и сливочное масло вот можете взять пополам вода молоко 50 на 50 или те делать только на воде или только на молоке или взять воду и молоко пополам как вам нравится яйца я взяла 5 штук но это не обязательно что все 5 есть пойдут в рецепт мы посмотрим по текстуре теста может быть и 4 яйца понадобится может 3 яйца это уже в процессе мы посмотрим я в конце видео я оставлю вам точное количество и сколько я использовала в тесте воду и муку я вам оставлю и в стаканах в описании под видео и в граммах у меня граненые стаканы объем этих стаканов 250 миллилитров здесь важен один момент воду и муку нужно взять в одинаковых емкостях это может быть 300 миллилитров 250 400 миллилитров но в этом случае яйца уже расход яиц будет по-другому то есть если чем больше объем муки и воды тем больше яиц вам понадобится пока яйца и муку оставлю в сторону сотейник залью воду и сливочное масло кладу и пойдем к плите и сюда добавлю вот столько соли совсем немножко сливочное масло полностью растопилось ждем пока смесь закипит смесь уже кипит хорошо теперь сюда добавлю муку все сразу и перемешиваем тесто должно собраться в комок постоянно интенсивным перемешиваем тесто держим на огне до тех пор пока на дне кастрюли не появится вот такой налет это значит что уже тесто готово и смотрите она уже собирается в комок видите тесто уже готово сразу же тесто сниму с этой кастрюли в чашу и дадим тесту охладиться тесто слегка охладилась переложила тесто в чашу миксера сюда сразу добавлю ванилин можете добавить ванильный сахар и в тесто будем вводить яйца по одному следующее яйцо будем добавлять тогда когда первое добавленное яйцо полностью смешается в тесто вожу второе яйцо вожу третье яйцо перед добавлением четвертого яйца нужно поднять в миксер собирать тесто со стенок чаши и посмотреть какое оно оно у меня еще туговатое поэтому четвертое яйцо здесь просится добавляем четвертое яйцо после четвертого яйца тесто выглядит вот так оно немножко туговато еще но пятое яйцо полностью я сюда не добавлю потому что будет очень много поэтому забью яйцо и добавлять буду понемножку сначала добавлю одну или две столовые ложки и потом посмотрю если будет необходимость добавлю еще две столовые ложки добавлю думаю три наверно даже мои тесто уже готово по текстуре уже видно что готова я яйцо пятое последнее яйцо полностью не добавил добавила всего половину яйца вот столько осталось вот такое тесто должно получиться вот эти клювики видны моё тесто уже готово переложу тесто в кондитерский мешок можно с насадкой можно без насадки как вы хотите переложу тесто в кондитерский мешок у меня вот такие насадки можно в вообще без насадок просто вот так вот получается теперь нужно и клеви насадить на пергаментную бумагу я насадила тесто форме профитроли вы можете сделать как классические эклеры то есть как вам хочется теперь профитроли или эклеры нужно печь в заранее разобитой духовке температура духовки 190 градусов приблизительно понадобится 35 45 минут но первые 30 минут дверцу духовки не открываем в противном случае ваши профитроли или эклеры осядут первая партия профитролей уже готова они получились просто настолько легкие даже не чувствуется готовы сниму на решетку и дам остыть а потом отправлю в духовку вторую партию для второй партию у меня получилось всего четыре штуки отправлю в духовку и также испеку мои профитроли уже хорошо охладились приступаем к приготовлению крема для крема мне понадобятся следующие ингредиенты жирные сливки они должны быть очень хорошо охлажденные творожный сыр у меня рикотта можете взять простую рикотту это уже с добавками ну такой как десерт детский ванильный сахар сахарная пудра нужно и еще я взяла амаретто этот ингредиент можете добавлять можете не добавлять по своему усмотрению я возьму всего 150 грамм сливок у меня 500 миллилитровая упаковка это очень много сюда добавлю немножко ванильного сахара с натуральной ванилью и добавлю немножко сахарной пудры так как в рикотте уже есть сахар совсем немножко сахара этого то есть сахарный сладость крема корректируйте по вашему вкусу и сразу же сюда добавлю рикотту и все вместе взобью пока не получится пышные кладки крема получился вот такой очень густой очень стабильный гладкий пышный крем в конце в крем добавлю амаретто 1 столовую ложку такой ароматный крем получился просто посмотрите какой крем шикарный переложу крем в кондитерский мешок вот с такой насадкой я еще в начинку вместе с кремом буду класть замороженную малину и немножко горького шоколада но это не обязательно можете просто сделать крем и все но думаю так вкус будет намного интереснее теперь порежу напополам шикарные профит роли получились теперь заполню кремом посыплю немножко шоколада и кладу малину получилось как ракуре они все вот все профит роли внутри шикарно они полые такие классные получились у меня всего получилось 20 штук они довольно таки большие получились а крем просто превосходный теперь профит роли сверху посыплю с сахарной пудрой вот столько профит роли у нас сегодня получилось десерт очень красивый может занять свое место на праздничном столе теперь я один порежу и посмотрим как он выглядит на разрезе и и и и и и вот так смотрится профит роли внутри очень красиво профит роли я попробовала мне очень понравились крем получился не сладкий очень стабильный крем малина и горький шоколад очень хорошо дополняют вкус профит роли с ними вкус побогаче получается таким был мой сегодняшний рецепт надеюсь он вам понравился если понравился то обязательно ставьте лайки пишите комментарии обязательно подписывайтесь на мой канал нажав на колокольчик чтобы получить уведомление о моих новых видео моими видео делитесь со своими друзьями этим вы поможете развитию моего канала а на сегодня у меня все как всегда желаю вам удачного дня отличного праздничного настроения и до новых встреч а и 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